Украинская армия После принятия Украиной закона о реинтеграции Донбасса усилились обстрелы со стороны украинских силовиков. Под огнём снова мирные жители Докучаевска. Спустя три дня после расстрела украинскими карателями санитарного автомобиля 26 февраля в 12.40 населённый пункт снова под обстрелом. В результате огня с украинской стороны полностью уничтожен автомобиль марки «Газель». Его владелец развозил хлеб по прифронтовому городу. Также повреждения получили жилые дома по улице Пионерская. Сразу хлопок. Мы же знаем, как мины. Но дело в том, что вот когда бьют мины, миномёт, сразу хлопок, а потом раз, два, три, четыре, пять, секунд пять, потом разрывы идут. А это главное хлопок и буквально мигом разрыв. Вот не это, не то, что там летела, она там три, четыре, пять секунд. А хлопок и сразу разрыв. А я во дворе был. Смотрю, летит, железяки вверх летят. Думаю, ну... А соседка идёт, это говорит, в районе Хамрика. Хамрик живёт. В районе Хамрика. А вот тебе в район. В районе нас. В этот же день в 19.00 украинские силовики второй раз открыли огонь по Докучаевску. Обстрел вёлся из направления Новотроицкого. Повреждение получил многоквартирный дом по улице Ленина. Марина Ерёмченко, Новороссия ТВ из Докучаевска. Министр финансов США Стивен Мнучин в ходе лекций в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе заявил, что новые антироссийские санкции будут введены Вашингтоном в течение ближайшего месяца. Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые. Напоминаем, что Мнучин упоминал о работе над расширением ограничительных мер против России ещё 23 февраля в ходе пресс-конференции в Белом доме. На заявление главы Минфина США уже отреагировали в Москве. Своё мнение на этот счёт высказал член Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепов. Честно говоря, уже устали от этих заявлений и угроз. Мы видели санкции, которые они опубликовали в конце января. Сейчас, предполагаю, эти санкции будут относительно того секретного списка, который якобы был озвучен в Конгрессе. Но утечки информации по этому списку не было. Также Чепов предположил, что очередная попытка давления со стороны Вашингтона приурочена к президентским выборам в России, которые состоятся 18 марта. В Сирийской Восточной Гути по поручению президента России Владимира Путина с 27 февраля вводятся ежедневные пятичасовые паузы, во время которых удары по террористам наноситься не будут. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Соответственно, первая такая пауза начала действовать сегодня в 9 утра по московскому времени. Для вывода мирных жителей из Восточной Гути при содействии Сирийского общества Красного полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населенного пункта Мухаям-Аль-Вафидин. Отмечается, что для оповещения граждан будут распространяться листовки с указанием маршрута выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Также организовано оповещение через громкоговорители и рассылка СМС-сообщений. Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи, расположенных у пункта пропуска. В районе гуманитарного коридора администрации Дамаска созданы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В больницах и госпиталях приготовлены дополнительные койки. Для координации гуманитарной операции развернут организованный Дамаском и Москвой пункт управления. Редактор субтитров А.Семкин